Всем привет дорогие друзья, мы продолжаем наше прохождение Alice Madness Returns, и сегодня мы с вами наконец-таки покидаем покой шляпника, уже изрядно тут конечно задержались, но для начала, пока опять я не забыл, я хотел улучшить наше оружие, давайте посмотрим, так, перцемолка или нож, давайте нож, как-то больше пользуемся. Все-таки основное оружие, так, и еще один раз можно будет улучшить, 800, обалдеть, ну и цены пошли, так, и мы вчера смотрели, да, сколько нам осталось собрать, три еще воспоминания и одно рыло, роза, пока что это вообще не важно, не знаю зачем здесь кстати стоит, но пока что роза вообще не нужна. Так, о, ну рыло я уже вижу, ну кстати, интересное такое место, вот именно в стиле какой-то первой части, все-таки готическое, темное такое. Так, ладно, раз, я конечно не шляпник, но прыгать тоже умею, далеко. Так, ага, вон там корзинка у нас появилась, еще одно воспоминание вижу. Реагенты, то есть помимо того, что там была куча бумаг, там был еще и различные реагенты для фотографий, обалдеть. Ой, слушайте, это слизь, она жжется. Так, и здесь еще один зуб такой, не знаю почему здесь вон один что-то делает, но тем не менее. Так, вроде тут ящички еще были. Так, нужно видимо остроить, о, слизей. Господи, а эти вроде как не жгутся. Так. Кстати, а нож как-то изменяется? Ну, в принципе, практически не видно, он изменяется наверняка, но с такого расстояния мы не заметим. Перцемолку-то мы можем посмотреть, а нож, ну, в принципе, вроде такой же остался. Перцемолочка изменяется. Все, да? Все собрали. О, шляпник ты как. У использования часовой бомбы во время боя есть много положительных сторон. Давайте расскажите мне об этих положительных сторонах. Это отлечет врагов и нанесет им урон при взрыве. Хм, ну, как-то я не пользовался в бою. Ну, давайте посмотрим. Фу, бросить часовую бомбу. Ну, попробуем. А, то есть они еще... Отвлекаются они, как приманка действует. Ну, и что, как бы, мне особо-то и помогает. Ну, что-то так вот. Ну, бросать можно, конечно, иногда. Я не знаю, что он там пытается сделать. Вроде как дверь открыть. Эй, ловите. Слушайте, им действительно нравится. Хм, как приманка это весьма неплохо. Интересно, на каких-нибудь крупных противников это действует? А, как раз подумал о крупных противниках. И вот он ты. Так, ладно. Может быть, действительно. Да, друзья, по-моему, он сагрился на бомбу. Хм, тогда это неплохо весьма. Можно его отвлекать таким образом. Ну, правда, он очень быстро ее разбивает. С одного удара. А, нам нужно все равно пробить его защиту пока что. Ладно. Ой, фокус, фокус. Так. Есть его, теперь можно, в принципе. Ой, что-то я не туда немножечко. А, зубик, зубик, зубик. Так, даже не знаю, фокус убрать или не убрать. Ой. Ю-ю-ю-ю. Лови. Как-то вот нужно научиться. Ножом, что ли, бить его? Так, быстрее будет. Угу. Нет. Ярость. Ярость. О, пока он, кстати, метает, можно тоже это применить. Ой. Ой, кажется, я застрял. Нет. Все, окей. Все. Да, в принципе, можно сражаться ножом, чтобы особо времени не тратить. Подожди меня. Я же так не умею прыгать. Нет, ну, в принципе, могу, но мне нужна определенная поверхность. Золотой зуб. Кстати, хочу посмотреть, сколько золотой зуб дает. Ага, 10 аж зубов. Слушайте, я не угадал. Я думал, либо 6, либо 3. Тут, оказывается, целых 10. Круто. Так, смотрим. Какие-нибудь еще последние. Нам нужно найти еще два воспоминания. Если, конечно, до этого еще ничего не пропустил. Что, в принципе, весьма возможно. О. Кто-нибудь читал, друзья, эту книгу? Я, честно говоря, не слышал о такой философии. Надо, кстати, почитать обязательно. Может быть, действительно, если она из нашего мира. Но я думаю, что она из нашего все-таки мира. Книжка. И, возможно, не в каждой книге можно найти что-то хорошее. Ну, все-таки, ты же здесь хозяин. Неужели ты не знаешь? Ну, вообще, это наш мир, как он сказал, в принципе. Поэтому мы должны знать, что здесь происходит. Но мы тоже не знаем еще ничего совершенно. Пока что сюжет-то и не раскрывался особо. Так, там у нас сумасшедший заяц, в принципе, находится. Так, давайте, по-быстренькому тут все. Хотя нет, я еще хочу воспоминания поискать какие-нибудь. Так, нам остается, в принципе, последнее тогда, да, воспоминание? И мы собрали все на уровне. Хм, неплохо. Так, а, переключатель. Специально для нас все сделано. Так, шляпник внизу. Или нет, или что там? Может быть, на этой стороне? Раз, два. Не знаю, зачем сюда можно спуститься. Может быть. Тайничок. Что это значит? Нет, вроде, кстати, шляпник, он в первой игре был гораздо крупнее. Насколько я помню. Да, вот и адский поезд, друзья. Конечно, на концепт-артах он выглядит гораздо круче, но, тем не менее, это тот самый поезд, который разрушает у нас страну чудес. Мы обнаружили, что-то шляпник, но это все-таки квакен. Что они ухватили? Вы не будете остановить, Силы-хаттер и Алис. Это лево! Вы тоже лево! Они инсолны, они аромат, они эксклюблит, лево-теблит, 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 лево-теблит. Ну и... И это могла бы стать действительно впечатляющей битвой с боссом, с первым боссом вообще в игре. Правда, вот. Как-то не задалось. А-а-а! О, не! А-а-а! 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 О, мой дамырный дом. И все, что я очень хотел, было еще раз-порта. Будьте, Хаттер, ты предупреждал. Где эта трейдер идет? Как его purpose? Скажи мне, сейчас. Ни нет времени для того, что ты хочешь говорить. Это время для трейдера. Редактор с Туртл. Он обрадовался. Ахахахахах. Давай, вы все-таки! Мы можем все равно быть друзьями. Я должен найти наш ели. Ну, шляпник сошел с ума, пытался напоить чаем уже бедного мертвого зайца. Хотя, вроде как, с ними ничего такого не произошло. Моя собственная рима-нифа. Звучит святость, что он работает в мюстерических способах. У него планы для нее. Возьмите ее к Мангл-мёртвому. Уходите в дом. Возьмите, девушка, мистер Бролл. Что ты думаешь, что ты делаешь? Что такое натуральное? Не натуральное для меня! Отдай! Техническим причинам они решили вырезать ее. Ну, просто там. Шляпник бросает чайник в этого робота и все. Ну, то есть, ну, хотя бы даже в конце первой главы, чтобы был босс. Мне кажется, это нормально для таких игр. Но даже здесь они все решили за нас. То есть, никакого босса не будет. Мы просто сразу сделаем кат-сцену небольшую и вы пойдете дальше. Но это неинтересно. Даже в первой Алисе все-таки в конце каждого крупного уровня, да, в конце каждой главы был какой-то определенный босс. Та же герцогиня, либо там сороконожка и так далее. В общем, все равно было интересно посражаться. Не знаю, почему разработчики так сделали. Без понятия. Изначально вообще задумывалось то, что мышь Соня, она объединится вместе с этим мартовским зайцем в одного робота. То есть, их части бы вместе совместились. Но потом разработчики решили то, что это все-таки довольно, опять же, сложно технически. И убрали эту идею. Поставили огромного робота, и то с ним мы даже не посражались. Тем не менее, мы снова оказываемся в этом Лондоне. Снежинка. Вообще, у нас раньше была черная кошка, стопроцентно. Но почему-то ее решили здесь сделать белую. Как будто бы это белая кошка, да, она ведет нас как белый кролик в Страну Чудес. Но высказывали предположение то, что все-таки кошка погибла в первой Алисе. Та самая черная кошечка. Так, В. Эти товары предназначены для Берингейского рынка. Никто не спрашивает, откуда они. И зря. Рыба из этой части Темза ядовита. Ну, конечно же, мы попадаем в порт. Это, наверное, одна из самых значимых точек Лондона. Потому что Лондон это все-таки портовый город. И здесь всегда происходит много всего интересного. Это, знаете, такая неотъемлемая часть во всех играх Лондона. Моряки. Кстати, субтитров на месте есть. Не знаю. О, что здесь у нас? Понятия не имею, что в ящиков. Разве не повод помечтать? Наверное, что-то такое, что можно найти только в очень экзотическом месте. Oyster & Co? Погодите, Oyster это разве... Ммм, что-то знакомое. Нет, не устрица. Нет, нет, нет. Или устрица. Нет, почему-то у меня устрица всплывает. Говорим, может, просто ассоциации со словом Oyster. Наверняка нет. Это просто название корпорации Oyster & Co. Ну, пока что что-то мне это ни о чем не говорит. Стойте, погодите-ка, это что? Это у нас кубики льда. Это морозильная камера. Слушайте, а можно ли так лед хранить? В принципе, довольно жарко на улице. Ну, а где еще им хранить? Ну, как бы сделали бы тогда какую-нибудь утепленную такую комнату. Ну, как бы не утепленную, а заградили бы, как-то все закрыли здесь. Вот так-то тепло входит и холод уходит. Поехали. 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 Вообще интересно то, что вначале мы были на крыше, а потом оказались в реке. То есть, по идее, когда мы находимся в Стране Чудес, Алиса постоянно что-то делает в этом мире настоящем. Ее тут реально принимают за сумасшедшие наверняка. Может быть, мы здесь ходим с ножом и режем всех? Ну, кто знает. Игрушка должна быть совсем негодной, чтобы пылиться, пока дети играют в лапту камнями и лишь мечтать о лучших временах. А, кстати, это ведь кукла. Ничего не напоминает? Опять же, какая-то груда металла и кукла лежит. Еще у нас коняшка. Кстати, а вот интересный момент то, что вот все предметы, которые мы сейчас видим в этом Лондоне, они потом отражаются в кошмарах Алисы. То есть, мы сейчас видим, опять же, коняшку, которая отразится у нас уже в наших кошмарах на следующем уровне. Ловец-крыс. Больше я что-то ничего не вижу, не могу прочитать. Слишком темно. А, это, по-моему, как раз таки развратная русалочка вроде бы. Ну, посмотрите, какая прелесть. Хе-хе-хе-хе. Красота. Хе-хе-хе. Эй, парень. Скучаем. Можно войти? Ну, кстати, хороший предлог. Хе-хе. Ну, кстати, хороший предлог. Хе-хе-хе. Страшная болезнь. Ну, в принципе, отчасти это правда. Здрасте. Хе-хе-хе. Какая милашка. Хе-хе-хе. Ну, про дизайн я вам уже и говорил. Специально такой выбрали. Ну, в то же время они не хотели создавать Лондон каким-то вот слишком темным прямо, что тут один кошмар творился. Нет, он, конечно, такой достаточно темненький, но при этом все равно не все так плохо в нем. Все-таки индустриализация. Пагубное пристрастие. Алкоголиков убивает в них все хорошее, заставляя их пить дальше и больше. Они забывают страх и стыд и становятся способными на отчаянные поступки. Что же стало с приз? Истенд запаршивил в спектаклях и выставках о пожирателях огня и уродцах. Эта пьеса, похоже, будет кровожадной, яркой и мелодраматичной. С неприличными песнями. Хех. То есть здесь какой-то... Ну, вообще, карнавал уродов получается. То есть какой-то полуморж, получеловек. Хотя, судя по футболке, можно предположить, что это те двое братьев. Но нет, это у нас морж. Опять же, найдется отражение в кошмарах. И, кстати, хотел, по-моему, не про эту статую рассказать. Ну, вывеску. А про другую немножечко. Где мне деньги, вы фанк-спанк-баккет? Возьмите эти хорные хори на улице, или я пойду и уберите их. Сот, вы кокер-снипе. Вы никогда не сможете через долго, Тим. Возьмите, что ты и твои флухи о мне, мисс Леди-Бирд. Возьмите, если я не... А, может быть, ты заметил, что я не хоряю меня в проспектах. Алис Лиддл. Ты сделаешь хорошую измену. Добавь твоего снижения сюда. Или её заниматься такими вещами. Валрус Мэн. Да, видимо, человек Морж. Коняшка. Как-то он подозрительно смотрит. Даже кони здесь какие-то странные. Худющие вообще. Эй, эй, вы как? Однажды я слышала, как Тим говорил, что якобы умирает от социальной болезни. Бедняга. Он никогда бы не подумал, что его болезнь зовут Джек Сплеттер. Джек Сплеттер это как раз таки вот этот парень. Который только что вошёл сюда. А вот и наше заведение. Я, кстати, думал, что здесь будет всё гораздо более... Хуже, но нет. Здесь довольно мило, я бы даже сказал. Настоящее заведение для моряков и довольно спокойно причём. Куча всяких интересных вещей. Вот я хотел вот про эту рассказать. То, что изначально в игре на следующих уровнях задумывался такой враг. Ну, вот такая вот женщина, у которой бы торчали якоря. И этими якорями она бы в нас швыряла. Но потом разработчики почему-то решили убрать такого замечательного врага. Опять же, возможно, какие-то технологические проблемы. Возможно, что-то ещё. Очень спокойно как-то. Хотя нет, вроде там вот дерутся. Эй. Ты можешь заказать что угодно из списка, но не стоит ожидать чего-то кроме заряжавшегося пива или испорченного джина. Ну, джин уже неплохо, кстати. Я думал, здесь будут ром продавать. Ну, видимо, ром уже в эти времена не стал популярным. Ты не дам мне, что я хочу. Я уберю эту тумпу твоего на землю. Иди отсюда! Она не умерла! Она не умерла! Она умерла мне ощущениями. Это вообще очень грубо было. Ну, конечно же, огонь у нас сразу с плохими ассоциациями. Поэтому мы как такая падущая, горящая звезда. Снова наш синенький костюмчик. Ну, эта глава, кстати, она вроде небольшая. Затундрение. Оригинальное название. То есть мы оказываемся, опять же, видите, в нечто таком холодном месте. То есть на какой-то, видимо, льдине, либо Арктике, не знаю, Антарктике. В тундре, в общем. Почему мы здесь оказались? Да, потому что недавно мы посетили вот эту морозильную камеру. Опять же, с различными кубами льда. Поэтому у нас сразу это отразилось в кошмарах. Что ж, посмотрим, что он... Ага, проход сразу. Хм, северное сияние. Ну, если посмотреть, это не просто северное сияние, это у нас месяц курит. Ну, в принципе, это наглядный пример того, как создавалась игра. Как придумывались уровни в игре. Ну, вообще оригинально. Так, ух ты, какой красавец там нас ждет. Давайте тогда спустимся, но немножко другим проходом попробуем. Ой. Слушайте, а тут вылететь можно? Ух ты. А, нет, один зубик, нет. Ну, ладно. Что поделать. Теперь будем разбивать звездочки. Ах ты, слизень. Я думал, это этот на меня напал. Ой. Он ушел куда-то. Хм, по-моему, он спрыгнул в лед. Тут была вода, но это лед теперь. Так, дальше куча врагов. Понятно. Ну, давай сразись со мной. Нет, вы посмотрите, он действительно в лед прыгает. А, черт. Ну, в общем, понятно. Да. Ой. Это стой, 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 ты так не кипятись. А, он и своих может. Как-то неудобно. Мне нужно лучше убрать пока что. Разберусь, как я с этими. У меня же супер классный нож. О, кстати, эффекты нажата поменялись. Стали намного круче. Спокойно, спокойно. Не кипятись так. Ой, да я ж нажал вроде шифта. Нет. Ой. А, вот кстати. Ой, неприятный баг опять возник. Куда ты, Алиса, непонятно куда ты целиться. Так. Не, ну с тобой уже просто довольно сражаться. Первый раз, конечно. Может и какие-то трудности. Слушай. А может я поспешил. Хе-хе. Хе-хе. Все. Готов. Надо ножом бить его. Ух ты, ты кто? Это Йети. Так. 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 О, посмотрите какая статуя. Хе-хе. Заледеневшая сова, которая причем полу обгрызанная. Разработчики их здесь поместили, чтобы как-то придать, ну, более интересный дизайн этому уровню. Ну, вообще задумалось то, что эти птицы, они заледенели. И еще, возможно, живы даже. Но при этом их покусали ледяные акулы, которые здесь раньше обитали. Получились вот такие вот статуи. Так. Ага. Тут нам нужна коняшка. А бомбы не разбить? А, бомбы тоже можно оказываться. Бутылочка. Ладно, тогда к Йети пойдем. Ох, я вижу там корабль, кстати. Нам нужно вообще найти черепаху. Нашу. Чтобы он рассказал нам про зеркальную линию. Так, значит туда нужно обязательно сходить. Окей, я понял. А, можно посмотреть, да. Может быть Йети у Алисы ассоциировали все-таки с теми мужиками, которые ее подобрали. А, курящая луна, но все-таки курят в этом пабе. В общем, все у нее из кошмаров Лондона переносится. Опять же, адский поезд, да. Ведь строят там подземку в Лондоне. Есть какие-то упоминания об этом. Ух ты, а это уже птичка другая. Ну, тоже погрызли ее, конечно. Как яблоко, знаете, по кругу так. Так, здесь, может, ничего нету? Вниз. Вообще, уровень уже знакомый нам. Помните, мы убегали здесь от шара? Большого такого. Которые... Чертовы божьи коровки на нас кинули. А шар-то был как планета. В общем, забавный уровень был. И новое оружие, друзья. Которого охраняют кони. Кони, кстати, как шахматы. Коняшка. Хобби энд хорс. А смешин хит. Да. Это очень мощный удар. Лошадка с легкостью проламывает хрупкие препятствия. Также она может прорвать оборону противника. Кстати, единственное, я не помню, как ей пользоваться. Какой клавишей. Честно говоря. Рыбешка. Ледяной снарк. Снарк. Знаете, у всех рыб одинаковые имена. Снарк. Я где-то это уже слышал. Так. По-моему... Слушайте, я не помню, какой клавишей. Мне нужно посмотреть управление. Я, наверное, сегодня вам не покажу. Ух ты. Я же увернулся. Смотрите, какая подпадлюга. А, их же только можно этой... Ага. Тогда это проблематично. Их же только можно с помощью коняшки. Так. Как? 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 Так. Тогда нужно управление посмотреть. Иначе не пройдем сегодня. Так. Часовая бомба. Фокусировать цель. Смена оружия. Перцемолка. Чаймзонт. Кота. Камера. Не понял. А где лошадка? Меню пауза. Показать камеру. Блок зонта. Выбрать чайную пушку. Выбрать перцемолку. Смена... А, оружие ближнего боя. R. Нет? А, да, все. R. Значит, у нас будет... Ну, не очень, кстати, удобно. Так. Все, готово. Значит, только коняшкой будем разбираться. Ну, интересное такое оружие. У-у-у. А, умеют, кстати, замораживать. Хе-хе. Ну, легко тоже перекатом увернуться. Упты. Уп. Уп. Так, назад. Готово. Ну, теперь можно строить комбинации, да, допустим, там, перцемолка, несколько ударов, там, ножом, потом переключаемся и на удар этой. Конечно, это все немножечко сложно, но раз, два, три, четыре и удары лошадкой. Или удары лошадкой. Нет, так не получается. Лучше с ножа, наверное, начинать комбинацию. Вот так вот. Это, наверняка, самая лучшая комбинация. Что ж, друзья, пока что на этом заканчиваем. На сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся в следующей серии. Всем пока.